всем привет ну тема дорогих вин продолжается не знаю такое время настало когда люди просто так открывают пеленимон роше и принципе недавно было мерсо и вы бы вы скажете ну антону было мерсо стала вот пеленимон роше но я напоминаю вам ценник то есть вот это вино здесь стоит 14000 динар то есть по-нашему это где-то там 12 13 то есть когда я объявлял цену в ну как в ролике мерсо когда я говорил что и у нас он там уже приближается к такой цифре то это правда а я говорю вам про бушар пер энфис то есть еще недавно это было вино но более-менее доступное потому что к негациант с большим производством и соответственно ну это стоило не таких больших денег но обычно в таких случаях мы всегда говорили про базовая пеленимон роше здесь мы имеем премьер крю и отдельный виноградик наградник лес для солено надеюсь я правильно произнес 2018 год 13 процентов алкоголя то есть ну не 12 половиной но и не 14 принципе неплохо в общем то вот в мире наверное серьезных пробователей вина это конечно ну может быть не то но я вам уже говорил что для меня пеленимон роше является основой этого стиля я его описываю как золотая середина да вино которая всегда в балансе ну я наверное остаюсь на том же мнение единственное что я смотрю что с дубом начинают работать еще более аккуратно если раньше вот это ваниль вот это классические признаки до этого региона они были ну такие как сказать богатые да то сейчас они пытаются это вино сделать более звонким более элегантным более стройным то есть времена меняются даже для пеленимон роше опять у меня вот в бокальчике чуть-чуть отлито здесь естественно бутылка пустая потому что очень быстро разошлась по рукам вот хочу показать пробку ну действительно редко вот такие длинные пробки попадаются причем знаете сразу можно подумать что это какой-нибудь там диам-20 диам-30 нет диам-10 не предполагается что это прям вот знаете великое вино то есть производитель тоже дают минимум 10 лет пусть диам-10 это не значит что вино вот только на 10 лет и все это значит что вино где-то 20 лет проживет спокойно то есть 10 это только отсечка вот никакой при переукупоркой не требуется здесь такой очень плотный даже не знаю как назвать обычно я говорю крошка но здесь она настолько мест мелкодисперсная что наверное это можно действительно называть просто диам-10 да это уже стала причиной языца поэтому мы говорим диам-10 единство что длина у него конечно ну сразу видно что выдержка предполагается и наверное все-таки не десятилетний давайте к вино очень красивый цвет прозрачный и вот то что вот недавно было шампанское очень классно потому что опять что-то вот похоже тогда я говорил что это при выдержке на осадке здесь я мог бы тоже сказать что это ну вернее наоборот сказать что это бочковое вино и поэтому но пеленимон раши да и вообще-то зона она предполагает в бочке и большое количество осадка вино явно осветленное потому что очень чистая не такой же желтая то есть тут надо оговориться она желтая да то есть . понятно что достаточно серьезная может быть даже более инертная или это какое-то количество новых бариков какое-то количество старых новых может быть там 20 процентов вот но в этом случае она более больше прозрачное чем желтая то есть опять же мы имеем прозрачность такую но и вообще отблеск шампанский единственно что в отличие от шампанского нету вот этого перелива ограненного алмаза скажем так да оно блестит сверкает но нету вот этого перелива то есть есть вот лоснящийся эффект есть чуть-чуть вот эти блики но они конечно не такие как в шампанском но принципе хватает чтобы понять что вино хорошего уровня приличного ароматика классическая кстати могу сразу сказать что мир со несмотря на то что пятнадцатый год был достаточно юным все-таки то вино теперь по сравнению с этим кажется немножечко таким вот русичным немножечко деревенским таким жирненьким хотя я говорю что 15 не такой жирный он более такой минеральный но все-таки знаете как будто бы знаете вы сейчас показывают mortal kombat только вышел и показывают старый и переходящий да там новый и вот мне кажется что это вот mortal kombat ну вот предыдущий там года там 2015 как раз есть а этот уже такой современный 2023 здесь четко можно угадать шардоне но потому что это классический регион для шардоне и из него считывают всю стилистику можно ощутить четкий яблочный тон и зеленый желтый но не переходящий в переспелые фрукты дополнительные варианты тропических фруктов но без вот этих вот слишком кислотных и слишком явных то есть ананас я бы кстати здесь не назвал бы в первую очередь может быть маракуя может быть манга но все в очень таком легком моменте знаете когда берут коктейль и только сверху обмазывают каким-то фруктом то есть флер какой-то остается но он не является доминанты в этом напитке здесь то же самое достаточно широкий теперь диапазон когда я только открыл ну когда только налили вино было закрыто 2018 конечно рановато ну хоть не 2020 то спасибо есть момент молочный ванильный все-таки поддержка есть но не такая явно не такая явно и очень красиво сработали с дубом ну давайте попробуем мне нравится вот эти вещи более высокого уровня всегда за свою длину вкуса конечно многие говорят о послевкусии но длина вкуса это тоже очень важно она конечно послевкусие составляет какую-то часть тоже но здесь вот эта кислотность про другие вина я говорю что там она может быть сразу она может потом появляться она может взрываться здесь она идет по одной линии но в эту линию подают все больше и больше напряжение и соответственно нету ни пиков не нервности какой-то это очень ровная кислотность высокая кислотность то есть она по идее я ее должен показывать наверх но здесь на сама стилистика показывает что она идет так но может быть на какой-то высоте до который даже он не помешается в экран и она увеличивается как тумблер да больше подается мощности и она как бы усиливается потом она сужается и переходит в послевкусие дубовая которая остается и на слизистый и на языке очень приятно но чисто дубовым это послевкусие тоже не назвать очень длинный здесь кстати вот самое прикольное в во вкусе что кроме вот этого яблока и груши там например да вот недозрелой яблоко дозрелого и груш недозрелой появляется лимончик то есть я что-то шампанское в этой стилистике наблюдаем и соответственно я тоже мог бы сказать что может быть от бушара да с его сыновьями даже в премьер крю ждать чего-то особенного не приходится но с другой стороны как я сегодня говорил прошу шабри другому человеку что когда ты выбираешь премьер крю кто бы не производил сам виноград выносит это вино все-таки на другой уровень здесь тоже самое я все-таки считаю что это вино может быть конечно и такое слишком универсальное но премьер крю здесь значимость свою проявляют и поэтому это вино как и шампанское даже есть не хочется попробовать надо обязательно